Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Соглашение Авраама в Абу-Даби открыли первое посольство еврейского государства. Женщина с ребенком в Британии открыли памятник праведнице народов мира Ирэне Сэндлер. Создан «Чтобы творить» в Афуле прошел творческий вечер поэта и издателя Шауля Симонтова. За минувшие сутки в России диагностировали 20 616 новых случаев коронавирусной инфекции. 14 697 человек выздоровели. Количество умерших максимальное с начала пандемии 652. В Москве, где зафиксировали 6 209 зараженных, новые рекорды установлены по количеству госпитализаций и больных в реанимации. Власти отказались от планов по вакцинации 60% взрослого населения к осени. Как ожидается, к сентябрю привьется не более трети граждан. Тем временем в интернете выставили на продажу QR-коды для посещения московских кафе. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишис предупредил, что за использование поддельных документов может грозить до двух лет лишения свободы. В Израиле резко увеличилось количество случаев заражения COVID-19. В то же время уменьшилось число тяжелобольных. Сегодня из почти 70 тысяч анализов 283 показали положительный результат. В медицинских центрах проходит лечение 45 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 14 человек. Израилю придется утилизировать около миллиона доз вакцины Pfizer с истекающим сроком годности, если в ближайшие две недели на них не будет найдено покупателей. Пограничная служба сняла с рейса компании Aeroflot 8 пассажиров, пытавшихся вылететь в Россию без разрешения комиссии по исключительным случаям. Напомню, штраф за посещение стран из красного списка 5000 шекелей. Сегодня, спустя 9 месяцев после подписания соглашения Авраама между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, состоялось торжественное открытие посольства еврейского государства в Абудабе. В историческом событии приняли участие министр иностранных дел Израиля Яир Лапит и министр культуры Эмиратов Нура Аль-Кааби. По традиции, на входе в здание прикрепили мизузу. После этого было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве между двумя странами. Завтра делегация во главе с Лапидом посетит Дубай, где будет открыто Израильское консульство. В британском Нотингемшире открыли памятник известной польской санитарке Ирине Сэндлер, которая во время Второй мировой войны спасла тысячи еврейских детей. В 1965 году она была признана праведницей народов мира и удостоена ряда наград, в том числе Польского ордена Белого Орла. Созданная скульптором Эндрю Лили статуя, изображающая женщину, держащую за руку ребенка, была в значительной степени профинансирована Институтом польской памяти. Это второй памятник в мире, посвященный Сэндлер. Первый был открыт в Москве в мае 2014 года. Израильские ученые обнаружили новый вид древнего человека гоминид – семейство приматов, включающие людей и больших человекообразных обезьян. Останки были обнаружены в ходе спасательных раскопок на территории цементного завода Нэшера рядом с Рамли, откуда новый представитель человечества и получил свое название Homo Nesher Ramla. По оценке ученых, они жили в период от 420 тысяч до 130 тысяч лет назад и были предками неандертальцев, мигрировавших в Азию. В израильском городе Афула состоялся творческий вечер поэта и издателя Шауля Симонтова, приуроченный к его 50-летию. Праздник организовали администрация города и Азербайджанский культурный центр. Во всем подробнее расскажет наш корреспондент Наталья Кравченко. Краткость – сестра таланта, поэтому наш сегодняшний вечер будет слишком долгим. По списку друзей Шауля Симонтова можно изучать карту Израиля. Они приехали на праздник со всех уголков страны. Из Аждода, Кирья Текрона, Батьяма, Ришон Лицеона, Ако, Оракивы и Тверии. Главными героями творческого вечера стали именно они, а не стихи и песни именинника. Адам Амилов – почти земляк Шауля, уроженец Красной Слободы, вице-мэр Кирья Тьяма. Из-за пандемии друзья не виделись почти год. Ты приедешь в Ахулу, куда-куда в Ахулу? Я говорю, не то, что в Ахулу, я приеду с тобой в Антарктиду и в Африку, куда скажешь. Только скажу, куда я приеду. И послал ему с мальчики поцелуйчики. Вот даже не представить, скажешь, как мужчина может послать друг к другу поцелуйчики. Израиль не надо. Ну, это шутка, конечно. В Израиле можно. Шауль родился в Баку. Журналистом мечтал стать еще в детстве. С 18 лет печатался в газетах. В 2000 году совершил Алию. Среди Борисовского кубрия – это действительно личность, очень неповторимая, интеллигент, высшие марки, достойная, ведет всегда к звезде. Я всегда шучу, у него есть манера, он себя ведет достойно, как роговичанин. Я думаю, что он юридический, юридический, англичанин. В своей общественной деятельности Шауль Симонтов соединил любовь к родной стране и народу. Возглавляемая им организация «Азербайджан-Израиль» укрепляет дружбу между жителями этих стран через семинары, круглые столы, концерты и выставки. Ему пришло поздравление от Министерства Диаспорта. Не буду вам все это сообщить. Сейчас слово здесь про него только самое хорошее. Само высотой. Да, потому что надо захватить. Фотографии. Вот сюда. Шауль – большой ценитель музыки. В юности он издавал альманах Меламан, а позже и сам стал писать песни. Их исполняют известные азербайджанские певцы, среди которых Адалят Шупюров и Мануэль Исаков. Поэт и сам занимается творчеством и своим коллегам помогает. В этом году исполнилось 10 лет созданному им центру Шалуми, чья задача – сохранение и развитие национальных традиций горских евреев. Он издает сборники стихов и книги. Его стараниями над жюри заговорили самые известные герои российских и зарубежных сказок. Мы издали книжку, детскую книжку Мухопска Кококова в моем переводе. Это мне есть, да? Кличка вышла, слава Богу, благодаря нашему Шаолю, потому что я лентяйка, не то слово. И не знаю, как к этому вообще подходить. Вот, я думаю, мои дети читают учебники на городском Мухопска Кококово и Халабоку. Спасибо вам. В нем соединились душа поэта, любознательность исследователя и талант вдохновителя. Вся его жизнь проходит в окружении искусства, которому он приобщает всех остальных. И последнее. Вышел в свет июньский номер единственного еврейского глянца на русском языке «5781 еврейский журнал». Главная статья посвящена новому премьер-министру Израиля Нафтали Беннету. Также в номере можно прочитать историю о президентах Израиля и интервью с музыкантом Игорем Сандлером. А в рубрике «Стмеги» представлен рассказ о знаменитом враче Гаврииле Елизарове, которому в июне исполнилось бы сто лет. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Если вам нравятся наши видео, ставьте лайк и подписывайтесь на Первый Еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова